Добрый день, друзья. Царь Иван Грозный решил создать в России новое войско, которое назвал Стрельцами. Это были воины, вооруженные огнестрельным оружием, новинкой того времени. Давайте посмотрим, как они выглядели. Итак, у орешки из рук они выпадают. Это знаменосец. Знамя Стрелецкого полка было вот таким вот полотнищем, разделенным крестом на четыре части. У каждого полка был свой флаг. По нему можно было отличить, какой полк где сражается. Это, собственно, Стрелец и его основное оружие – пищаль. Так называли большое и тяжелое ружье, гладкоствольное, куда свинцовый шарик загоняли вместо пули и стреляли. А это у нас начальник. Нет, это барабанщик. То есть, чтобы отдавать команды, чтобы все слышали, стучали в барабан. И солдаты, слыша разную барабанную дробь, понимали, что им нужно делать. Это еще один Стрелец, который стреляет, опершись на бердыш. Бердыш – это вот такой вот очень большой топор, которым можно было рубить, доставать всадника. А еще можно было использовать вот так вот, как подставку под ружье. Вот это солдат с бердышом отдыхает. Видите, он никуда не целится, он просто стоит, бердыш держит на плече, ружье поставил на землю. А это явно командир. Видите, как он богато одет, в шубе, с прорезными рукавами, куда-то показывает своей булавой. А этот Стрелец готовится рубить топором, бердышом кого-то. И еще один командир, потому что он вооружен саблей. Это, наверное, сотник полка. Вот такая вот армия, вот такие вот солдатики у нас.